Ну что ж, здорово, ребятишки! В прошлых видео я рассказал вам о том, что такое Блицкрик и его отличие от мода ГЗМ, а также о том, как, собственно, тащить в сетевой игре и, в принципе, о тактиках боя. Это был и отдельный ролик, и в рамках обзора я тоже кое-что рассказал, как правильно управлять юнитами, как, собственно, нагибать и особенно, как проходить миссии в ГЗМе, потому что это непросто. Ну, а сейчас я, собственно, расскажу, как установить это всё великолепие и как сделать так, чтобы можно было играть по сети. Да, конечно, это, наверное, нужно было сделать в первую очередь, а не после всех обзоров. Ну, в общем, я собрал два пака для ГЗМа и для Ванилы. Собственно, здесь всё для установки и тому подобного. Ну, собственно, начнём с обычного Блицкрига. Устанавливается он таким образом. Нам нужен Даймон Тулс или, если ещё кто помнит, Алкоголь 120. Так, иди сюда. Монтируем образ. Всё, диск смонтирован. Хрязь. И сетап. Поехали. И где-то на середине установки он попросит сменить диск. То есть это эмулятор диска. И когда установка будет на середине, попросят, собственно, вытащить первый диск и вставить второй. Всё элементарно просто. Указываешь папку, устанавливаешь. Этого я делать сейчас не буду. У меня он есть. То есть, чтобы перевставить диск, нужно, чтобы был сэмулирован образ на ту же букву диска. Для этого нужно не добавлять второй диск, а сначала размонтировать. И вставить второй. На тот же диск. Вот. И нажать ОК. То есть, вот я вставил второй диск и оно пойдёт дальше. Теоретически можно и в другую ячейку поставить, но тогда придётся вручную искать файл, который ищет инсталлер. И после того, как вы установите игру, в папку с игрой, я, блин, уже не помню, где она, использую для примера GZM. Вот. В папку с игрой закинуть вот этот экзешник. Это патч 1.2. С заменой. И запускать игру через него. То есть, собственно, вся суть патча это то, что тут экзешник другой. Видимо, там какие-то конфиги особые. А, блин, тут ещё какой-то экзешник. Хм. Ну, собственно, установите вот этот вот патч, пожалуй. А потом поверх ещё накиньте экзешник с заменой. Видимо, это так работает. Я уже так давно это ставил, что вы и не помните. И всё. Игра у вас готова. Ну, и после того, как вы его установите, у вас есть несколько методов коннекта. Это либо RedminVPN. Вот, собственно, вот это моя сеть. Член 47. Здесь все мы сконнектичены. И всё очень просто. Заходим в локалочку. И, собственно, коннектимся через локальную сеть. Вы должны, по идее, друг друга видеть. Конечно же, сейчас у меня нет напарника, чтобы вам продемонстрировать это. Но тут всё элементарно. Сетевая, локальная. Новая игра. Вы создаёте. Друг, собственно, в этой же локальной игре видит, что вы создали. Собственно, у меня тут куча доп-карт. Красивых и не очень. Собственно, сейчас поговорим о доп-картах. Так. И есть ещё метод прямого IP-соединения. То есть вы нажимаете копировать IP. Хотя нет. Вот беда в том, что нельзя вставлять IP в Blitzkrieg. Нужно вручную вбивать. В общем, тот IP, который вы тут скопируете, вставить в раздел сетевой. Я об этом поговорю подробнее, когда поговорим о GZM. В ваниле обычно все играют через... Господи, где же он? GameRanger. Собственно, в GameRanger даже есть случайные игроки. Вот. Даже сейчас вот есть. Тут всё просто. Зарегался. Авторизовался. И потом, после того, как вы это сделаете, нужно нажать опции. Найти Blitzkrieg. Где он? Вот. И нажать Browse. И найти, собственно, Blitzkrieg Game. И всё. После этого у вас на автоматике будет среди вот этого всего. Тут очень много разных игр. Господи, в Warcraft половину листа занимает. Раньше было не так. Раньше тут было намного больше игр. Лет пять назад. В Anno даже можно было поиграть по сети. Но ближе к вечеру тут может быть 3-4 комнаты по Blitzkrieg. Случайных. Просто нажимаете Join и всё. Теперь, что касается доп-карт. Собственно, вот. Это лично мой архив. Это все карты, которые я накачал. Качаются они очень просто. Вы просто заходите в комнату к какому-то случайному человеку, который поставил другую карту. И у вас вместо того, чтобы была нарисована карта, другие игроки, будет просто около вашего ника проценты. Это значит, что вы загружаете неизвестную вам карту. Грузиться она может долго. Поэтому лучше заранее закинуть, собственно, файлы. Эти дата, мапс, мультиплеер. Вот и всё. И есть ещё пак, который я просто где-то нашёл. Тут 1900 карт. У меня три сотни. Хотя нет, 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 нет. Тут на одну карту по четыре, по пять файлов. Поэтому всё не так радужно. Ну, собственно, вы задолбаетесь все их проверять. Тут есть хорошие. Лично я советую вам карту Iron Impact. Не знаю, может она с какой-то припиской. Но, в общем, поищите. Это хорошая мясная карта 2х2. Ну, да и по поводу ванилы всё. По поводу Blitzkrieg GZM. Я тут всё расписал дополнительными тексты файлами. Так что, если потеряетесь, можете, собственно, почитать. Я не добавлял сами файлы, потому что они там много весят. Там GZM больше 10 гигабайтов весят. Ага, ссылка на скачивание GZM. Вот. Ссылка на форум. Если вы хотите сами во всем разобраться. Также вот магнет-ссылка. Они прямого торрент-файла не дают. Но, собственно, в торренте есть такая кнопка скрепочки. И туда можно вставить магнет-ссылку. И ещё есть варианты Google и Яндекс.Диска. Но там лично у меня не получалось сразу весь пак качать. Приходилось по одному файлу качать. Там файлов 8 где-то по гигабайту. Также здесь есть, опять же, скопированная с форма инструкция по установке. Некоторые дополнительные файлы. Но здесь ничего особенного. То есть, по сути дела, нужно просто нажать Setup.exe и установить игру как абсолютно любую другую игру. Также есть опциональные файлы. Которые, собственно, тут написано. В GZM есть Data Option. Так. GZM 11. Data Option. Да. То есть, вот это у нас неиспользованные файлы, которые, если перекинуть в основную дату, то они изменят как-то игру. Ну и здесь написано как. То есть, текстуры камуфлированные, английская озвучка, другие шрифты. Они в 11-м GZM изменили шрифты. С ванильных. Мне это не понравилось. Я поставил Old Font, то есть старые шрифты. Ванильные иконки номеров групп. Но лично мне больше нравятся GZM-овские. Они лучше видны, ну и в целом приятные. Полностью ванильный игровой интерфейс. Вот это я не знаю что. Как по мне, там они ничего особо и не меняли. И что-то они, походу, удалили опциональную музыку. Но я ее добавил для вас. Вот. Музыка моя. Они в GZM 11 добавляли музыки. И мне не нравится, какая музыка у них там. Поэтому я взял и перелопатил весь аудиопак, оставив только старую музыку. Также есть какой-то пак для сетевой игры. Патч. Я не знаю, что это и зачем это. По идее, это кидать в дату. Я всегда играл без него и все было нормально. Однако мои GZM-щики почему-то говорят, что не помешает бы его установить. Но, кстати говоря, даже не устанавливая этот патч, я с ними играл. То есть у нас не было рассинхрона ресурсов. Да, и кстати, если вы что-то существенно меняете, то есть какие-то свои настройки вставляете, какие-то одиночные миссии добавляете, которые изменяют параметры каких-нибудь юнитов, не то что добавляют новых, а изменяют параметры старых, то это точно приведет к несоответствию ресурсов, и вы не сможете сконнектиться с вашими товарищами. Если у них, конечно, не синхронизированы ресурсы с вами. Всякие опциональные патчи по типу другой музыки не влияют. Также тут есть мануал по исправлению некоторых проблем в сетевой игре, но я его никогда не использовал, у меня все хорошо было, так что я даже точно не знаю, что здесь. Есть еще какая-то программа для запуска GZM, если не работает. Но у меня есть только текстовое описание, собственно, вот. Нашел переписку толковую, и там, собственно, разъясняют, что к чему. Я, опять же, этим никогда не пользовался, у меня и у моих товарищей всегда было все хорошо. Но если у вас проблемы, то можете попробовать еще это. И маленький еще бонус для тех, кому хочется поразвлекаться. Это у нас Time to Dispel, время удаления мертвых юнитов. То есть, трупы, пехоты и техники не будут пропадать какое-то увеличенное время. Обычно они пропадают минуты за 3. Здесь у нас есть Time to Dispel, скачанный с формы, собственно, с вариантами на 15, 20, 30, 40 и 80 минут. Его просто закинуть в дату. На GZM 11, 0, 11, 2 и 11, 3, но на 11, 3 это только один вариант на 4 недели. То есть, 4 недели реального времени трупы танков и пехоты не будут пропадать с карты. Это очень прикольно, когда вы играете в компанию, но есть один нюанс. Если танк помрет на мосту, мост будет заблокирован. Разрушение моста и последующая его починка не поможет. То есть, труп пропадет, конечно, его не будет, но останется невидимая область, в которой нельзя ездить. Такие пироги. На самом деле, на форме лежат Time to Dispel маленькие, на 80, 40, 30, 20, 15 минут и на 11, 3, но я его не скачиваю. То есть, если вы хотите в компании поразвлекаться, а может быть даже и в сетевой, и если вы знаете, что у вас нет очень узких мест, которые легко сблокировать трупами, то, собственно, ставьте Time to Dispel. Лично я вообще прохожу всю кампанию на стримах, исключительно с этим Time to Dispel. И если вы его уберете, кстати говоря, во время прохождения, то все трупы техники, которые были уничтожены до того, как вы убрали патчи, она будет пропадать по правилам патча. А та, которая умерла после, то она, да, пропадет минуты за 3-4. Ну, в общем, я вам очень советую попробовать этот патч, потому что, ну, он просто делает игру на голову красивее, особенно, когда у вас происходят мясные зарубы на полчаса на одном и том же поле. То там все просто превращается в лунную поверхность с трупами танков, пехоты. В общем, очень красиво. Ну и еще, когда вы обстреливаете какие-то позиции за границей видимости, то очень полезно потом посмотреть, попали вы или нет. Потому что, когда вы там минут через 20 начнете штурмовать город, который обрабатывали артиллерии, то вообще непонятно, в каких зонах был противник, а какие вы обстреливали просто так. А вот с этим патчем сразу понятно. О, тут была позиция, вот тут была позиция. Но мы это все разбили. Короче, пробуйте. Ну и на самом деле, по большому счету, все. То есть, тут брать да устанавливать. Ах, да, на GZM же ж выходят доппатчи. Это там вы можете скачать просто 11.3. А самый-самый последний патч это 11.3.1. И вроде бы дальше больше не будет, потому что GZM-щики переходят на свой собственный движок. И вполне вероятно, больше они патчи не будут делать. Ну, там 100-мегабайтный файл. Просто установить в папку с игрой. Все, в корневую. Ссылки понятно. Тут было и так все сказано. Допп-файлы чисто подсчитать. Ну, тут просто можно на форум зайти. Там в шапке будет закрепленное разъяснение. Там будет все, что вам нужно по базовым нюансам. Так, и теперь, что касается сетевой GZM. Собственно, можно играть через локальную сеть, как через Redmin, так и через GameRanger. Просто создаем новую игру. Собственно, вот GZM-овские карты. Отсортировать лучше по имени и смотреть по номерку GZM11 и тому подобное. Собственно, большинство карт из GZM11, по крайней мере, они хороши. А дальше там где-то 50 на 50. Ну, а кто коннектится, просто вот в этом поле ищет вас. Если же у вас это не получается, можете попробовать через интернет. В интернете все, опять же, для создающего очень просто. Он создает новую игру и все. А для принимающей стороны нужно добавить адрес. Собственно, в ваниле это тоже работает. Взять его нужно из Redmin. То есть, этот способ только для Redmin. Опять же, вручную нужно переписать вроде бы вот этот адрес. Ну, тот, который копируется. Ну-ка. Да. Этот адрес того игрока, который вам интересен. То есть, вы его смотрите, вписываете сюда, и потом просто нажимаете, и окей. Вот. Пошло соединение. Как только ваш сопротивец создаст, то все, вы можете к нему спокойно приконнектиться. На этом, собственно, и все. Берешь и коннектишься. Ну и да, конечно, бывает иногда, что в Гейм Рейнджере с какими-то случайными людьми невозможен коннект. Вот, у меня все нормально. Прямые неки. Если они через косую линию, это значит, фиг вы сконнектитесь. У вас что-то вроде туннеля через ретранслятор. В Redmin тут все немножко сложнее. Бывает, кстати, так, то, что один человек к другому не может приконнектиться, когда он хостит, а наоборот можно. То есть, как-то вот оно странно. Можно проверить через пинг. То есть, если пинг идет, то это хороший знак. Если пинг не идет, практически гарантированно вы не сконнектитесь. Ну и еще большая вероятность того, что вы не сконнектитесь, если вы из разных стран, которые к IP-адресам друг к другу применили интернет-санкции, так сказать. То есть, если у вас заблокированы большинство IP-шников соседней страны, да, вы понимаете, о чем я, то вероятность коннекта резко падает. Я из-за этого не мог играть в Blitzkrieg по сети почти год. А потом, хоп, магическим образом он у меня заработал. До этого у меня, ну, самое большее, что я видел, это минуты две мы поиграли, и после этого происходил рассинхрон. Так что, стоит обратить внимание еще и на это. Ну, думаю, я все, что хотел, рассказал. Если вспомню еще что-нибудь, либо добавлю на монтаже, либо напишу в комментариях под видео в закрепленных. Также можете там что-то спрашивать, если смогу, отвечу. Или заглянуть в Дискорд, там я тоже отвечаю. Ну, а на этом я закончу. Всем добра, удачи, так сказать, встретимся на полях сражений. Главное, нереальных.